Наши люди говорят, так, а что там ООН ничего не делает? Так, а Запад почему ничего не делает? А где Гавский трибунал? А где суд европейский? Я по этому поводу методично объяснял. В Казахстане нет никакой юрисдикции, Казахстан не является членом Совета Европы, и поэтому Европейский суд по правам человека не рассматривает дела Казахстана, в отличие от России. Ну, Навального, например, никакого срока нет, у него есть условный срок 3,5 года, который фактически отменен, потому что Европейский суд по правам человека эти решения отменил, а Россия обязана эти решения исполнять. Более того, Министерство финансов выплатило компенсации денежные Навальному, то есть у него юридически по внутреннему законодательству, по международному законодательству нет никакого срока, более того, ему выплатили денежную компенсацию, чтобы вы понимали. Поэтому, получается, у России еще какие-то рычаги на него воздействия, на эту власть есть, у Казахстана есть причин нет. ООН это там 200 стран, это организация, в которой присутствуют почти 200 стран, такие же, как Узбекистан, Туркмения, масса африканских стран. ООН это не та организация, которая может какие-то санкции применять, если это не решил Совет Безопасности. А Совет Безопасности кто входит? Россия, Китай, Англия, Франция и США. И у Китая и у России есть право вето. Поэтому, с учетом того, что Китай в лице нынешнего руководства дружит с Назарбаевым, Россия и Казахстан являются членами Евразийского Союза, Совет Безопасности никакие решения не примут, даже голубые краски в нашу страну не приедут. Все будет заблокировано или Россией, или Китаем. Так вот, смотрим. ООН нет, Европейского Суда нет, ГАКСКИЙ Трибунал, мы тоже не члены этого ГАКСКИЙ Трибунала, тоже нет. Видите? То есть, нет никакого механизма через суды что-то сделать. И это еще раз говорит о том, что если мы ориентируемся, что вместо нас кто-то что-то сделает, то это заблуждение. Более того, если вместо нас будет делать Запад, страна кому будет принадлежать? Не нам. Если плетят братья-каргызы революцию сделать, страна кому будет принадлежать? Каргызам. Значит, вывод один. Пока мы сами не начнем наводить у себя порядок в своей стране, ничего не изменится. Продолжение следует...